Добрый день, уважаемые блогеры. Сегодня 2 апреля. Блогер из Перми, бывший следственный работник, сотрудник КГБ Бессонов Алексей Борисович. Сегодня, вчера сообщили с инсвестией о том, что скончался Евтушенко Евгений, один из выдающихся поэтов 20 века, ну и 21 и так далее. Говорят, что он был в свое время номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Огромное наследие, огромный вклад оставил в русскую литературу. Но вы знаете, так объективно складывается, что именно эпоху поколения последующие они воспринимают через произведения литературы, через поэтов, через писателей. И историки плохо или не хорошо вынуждены, так сказать, что называется, подстраиваться под восприятие эпохи поэтами и писателями. То, что, например, мы воспринимаем, скажем, войну 12-го года по знаменитому роману Льва Николаевича Толстого «Война и мир», который ничего общего не имеет с реальными историческими событиями. Там совершенно о другом, о русской культуре, о, так сказать, любви и так далее. Но с точки зрения истории то же самое, скажем, 30-е годы мы воспринимали по произведениям, когда антисталинская компания была включена, там, Арбатова и так далее. Дети Арбата, кто там, кто написал, я не помню сейчас уже. Мы читали, так сказать, в журналных вариантах, когда в конце перестройки все это издавалось. То же самое, скажем, 60-е годы, Хрущевский, так называемый оттепель. Хотя на самом деле Хрущев устроил репрессии, сократил в половину армию, 50% личного состава. В 54-м году создали КГБ, КГБ уволил, были расстрелы сотрудников КГБ, посадки огромные были, судоплата в полу-15 лет при нем. Это борьба с антисталинской компанией в органах. Но население воспринимает именно через поэзию, через писателя, через артистов, через возможность, так сказать, что-то воспринимать, что-то говорить. И в этом плане, и в том, что, конечно, величина, величина огромная, и он по-своему заблуждался, по-своему был искренен, так сказать. Ну, он вот формировал, хотим мы или не хотим, но он формировал общественное мнение, он формировал дух эпохи. Достаточно интересный поэт. Но еще раз говорю, с точки зрения истории, с точки зрения реальной событий, которые происходили и происходят в стране, ничего это не имеет отношения. К сожалению, в жизни все проще, банальней, циничней и, если хотите, прагматичней. Но, тем не менее, без этого невозможно человеческое бытие, без поэзии, без великой литературы. Это то, что отчасти наполняет содержанием нашу цивилизацию. И он внес в свой склад большой поэт, ну и пожил хорошо, 85 лет, преклонный возраст, царство небесное. Вот такие дела. Спасибо Ваш Бессонов Алексей Борисович.